Приветствую, друзья! Я Виталий Порник. Переговоры президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с председателем Китайской Народной Республики Си Цзяньпином считаются одними из самых важных международных событий со дня, когда Российская Федерация начала агрессию против Украины. Ведь именно от того, какую позицию займет Китайская Народная Республика, насколько она будет готова присоединиться к усилиям цивилизованного мира, который старается остановить ошалевшего российского правителя Владимира Путина в его стремлении уничтожить соседнюю страну, зависит будущее человечества в ближайшие десятилетия. Мы прекрасно понимаем, что если Владимиру Путину удастся покорить Украину и сломить сопротивление героического народа, то следующими шагами российского президента будет война уже на территории других бывших советских республик. Путин буквально готов залить кровью всю Евразию ради удовлетворения своих политических амбиций. Си Цзяньпин после встречи с Джозефом Байденом заявила, что Китай не в восторге от украинского кризиса и хотел бы мирного разрешения ситуации, которая сложилась в регионе и что это им совсем не то, что устраивает Китайскую Народную Республику. По большому счету это публичный сигнал председателя Китайской Народной Республики относительно того, что он хотел бы дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сигнал, между прочим, не первый. После своего телефонного разговора с самим Владимиром Путиным Си Цзяньпин, по крайней мере, как излагали китайские официальные агентства, говорил примерно то же самое, что он хотел бы, чтобы та ситуация, которая сложилась между Россией и Украиной, решалась за столом переговоров. И, между прочим, именно после этого разговора с председателем Китайской Народной Республики президент Российской Федерации инициировал переговорный процесс, который продолжается уже несколько недель в сначала очном, а затем и в виртуальном режиме. И вопрос вовсе не в том, может ли этот переговорный процесс привести к каким-либо значным результатам. Я как раз думаю, что не может. Вопрос в том, что Владимиру Путину необходимо было продемонстрировать Си Цзяньпин то, что он прислушивается к его пожеланиям, ну и по крайней мере инициирует переговорный процесс с украинской стороной. А если не удастся достичь никакого прогресса в этом переговорном процессе, ну это же конечно же не вина Владимира Путина. Владимир Путин, как известно, вообще никогда ни в чем не виноват и никогда не ошибается. Тем не менее, пока что не ясно до какой степени Китайская Народная Республика готова поддержать цивилизованный мир в стремлении положить конец войне в Украине. Насколько Китай готов давить на российское политическое руководство, чтобы уменьшить эскалацию, возникшую после нападения России на Украину. Китай уже отвергал информацию о том, что Российская Федерация обратилась к Народной Республике за военной помощью и якобы получила положительный ответ. В Китае не соглашались даже с тем, что такая просьба существовала, да и Россия утверждала, что у нее достаточно собственных ресурсов для продолжения агрессивных действий против Украины. Но тем не менее, сам факт того, что КНР пришлось публично оправдываться по поводу тех заявлений, которые прозвучали в западных средствах массовой информации, тоже говорит о нежелании Пекина, по крайней мере, публично участвовать в той войне, которую Россия развязала против Украины. Нарываться на какие-либо серьезные американские санкции для Китая тоже совершенно невыгодно, да и непонятно зачем. Таким образом, китайские компании, которые могли бы помочь Кремлю смягчить эффект от сокрушительных западных санкций, призванных уничтожить российскую экономику, вряд ли будут большими союзниками Российской Федерации. Как и все остальные компании, они будут бояться попасть под американские и европейские санкции, что в свою очередь нанесет сокрушительный удар уже не по российской, а по китайской экономике. А учитывая степень интеграции китайской экономики в экономику цивилизованного мира, такого рода санкционный удар мог бы стать серьезной проблемой для дальнейшего развития экономики Китая и личной проблемой для председателя Китайской Республики Си Цзяньпина, который готовится к переизбранию на высшие посты в государстве и партии. И разумеется, для того чтобы обеспечить это переизбрание, первое такое историческое переизбрание в новейшей истории Китайской Народной Республики Си Цзяньпин должен продемонстрировать экономический рост, стабильность и успехи, а не конфронтацию с Западом и ухудшение экономического состояния страны. Такого рода кризис может перечеркнуть все карьерные планы человека, который хотел бы стать несменяемым главой коммунистического Китая. И именно поэтому война России с Украиной явно не в интересах Китайской Народной Республики. Да, конечно, если бы так называемая специальная операция Владимира Путина завершилась бы за 48 или хотя бы за 72 часа, я не сомневаюсь, что во время своей последней встречи Си Цзяньпином Владимир Путин делал ему именно такое обещание, что за несколько суток война с Украиной завершится и в Киеве появится новое марионеточное правительство в игре с Виктором Януковичем, которое будет способно удовлетворить не только политические пожелания Москвы, но и экономические пожелания Пекина. Да, конечно, в этом случае Си Цзяньпин и другие китайские руководители закрыли бы глаза на художество Владимира Путина хотя бы уже и потому, что идеологически они хорошо понимают российского правителя, когда он говорит о неправильности расширения НАТО, о том, что Россия должна иметь свои сферы влияния, о том, что мир должен быть многополярным. Вся эта шизофрения действует на китайское руководство как бальзам на душу и в этом смысле Владимир Путин может не сомневаться, что его разговорчики в строю радуют Старшего Союза. Но когда все эти эфемерные разговоры сопровождаются еще и ракетными обстрелами и экономическими санкциями против России и серьезными экономическими проблемами для самого Запада, тогда совершенно ясно, зачем это вообще нужно самому Китаю. Когда Си Цзяньпину приходится, по сути, оправдываться на переговорах с президентом Соединенных Штатов и говорить о том, насколько он не заинтересован в продолжении конфликта в Украине, то, опять-таки, для чего это нужно Си Цзяньпину, которому, в принципе, хотелось бы обсуждать с американским президентом совсем другие вопросы. Вовсе не украинский кризис, а экономическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Китаем, как известно, у Соединенных Штатов на этот счет свое представление, а у Китая свое. И, разумеется, одним из самых важных вопросов является вопрос Тайваня. И тут тоже Китайской Народной Республике хотелось бы обсуждать эту проблему с руководством Соединенных Штатов, отнюдь не в такой перегретой ситуации международной, какой стала она после нападения России на Украину. Поэтому для руководства Китайской Народной Республики было бы выгоднее, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее, чтобы Владимир Путин как можно быстрее убрал своих вооруженных бандитов с территории украинского государства, чтобы прекратились обстрелы, чтобы был гарантирован украинский суверенитет. Ну и, конечно, чтобы восстановились хотя бы частично те экономические связи, которые существовали и у Украины, и у России с соседними странами. Потому что в случае, если они не восстановятся, то продовольственные проблемы третьего мира, которые уже намечаются, могут стать серьезнейшими экономическими проблемами Китая. Это будет уже не вопрос Запада, это уже будет вопрос китайских инвестиций в странах, которым будет недоинвестиций, которым будет важно просто прокормить свое население. Разговор президента США и Китайской Народной Республики показал, что война в этом мире не нужна никому. Никому, кроме Владимира Путину. Спасибо, господа. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него. И на мой канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Миром!